Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы поговорим о такой теме, как регуляторы оборотов двигателя электронные. Так уж случилось, что в интернете в принципе на эту тему очень мало информации, ну, наверное, потому что узкоспециализированная техника. То есть, для того, чтобы любой из генераторов работал на нужных оборотах стабильных, то есть, допустим, если у вас четырехполюсный генератор, то вам нужно полторы тысячи оборотов стабильно держать на нем. Да, у вас будет 50 Гц напряжение и, как бы сказать, все будет в параметрах. Но если у вас в технике, так сказать, ну, в обычном машине, в обычной обороту устанавливают механический регулятор на двигателе, то для генератора очень нужен электронный регулятор оборотов, что он из себя представляет. То есть, такие регуляторы оборотов, в принципе, мы сейчас рассмотрим ESD550E, которые я вот буквально вчера устанавливал. Это он под нагрузкой работает. И что он из себя представляет? То есть, это целый комплекс. То есть, это сам контроллер, датчик оборотов и в данный момент контроль впрыска. То есть, это актуатор. Они бывают разные. То есть, комплекты можно вот такие посмотреть. То есть, в данном случае... Так, настройка сама происходит вот подкручиванием вот этого вот винта. Контрогайку ослабляем и аккуратненько вывинчиваем до плоскости. И дальше устанавливаем его минимальные обороты. Ну, точнее, максимальные его обороты. Вот эта вся штука не должна ходить дальше 17 миллиметров. Ну, сейчас посмотрим. Комплекты бывают разнообразные. То есть, все зависит от вашего двигателя, типа двигателя, который вы применяете. То есть, актуатор может быть любого исполнения. Если вам, в принципе, интересно, какой актуатор, вы можете зайти на сайт производителя американской компании, которая как раз и изобрела эти регуляторы оборотов. В основном, это все было для морского исполнения, то есть, для моря. И электронные регуляторы оборотов американцы первым начали ставить на, так сказать, дизеля судовые. Потом же это пошло на генератор и сделало возможным сделать более, так сказать, лучшим и более качественным исполнение дизельного генератора. То есть, дизельный генератор, когда на него резко, так сказать, приходит нагрузка, он должен стабилизировать свои обороты, удержать их полторы тысячи, чтобы не было просадки по напряжению и, так сказать, не было вылета его. То есть, естественно, если падает напряжение, растет ток. Если ток растет, то, допустим, если вы нагрузили, допустим, генератор 100 кВт, то представьте себе, как вырастет резко ток, если упадут обороты его. То вы можете хорошенько так подогреть ваш дизельный генератор. Это все дизельные генераторы берегового исполнения, то есть, они не сильно мощные для дома, для всего. Ну и там присутствует, так сказать, регулятор оборотов. Вот, я смотрю вот такую вот машинку. То есть, мы видим ящичек с контроллером, ДСЕшкой какой-нибудь, двигатель Cummings. Кстати, на Cummings я вчера, по-моему, и устанавливал этот регулятор оборотов. Так, имеем вот такой вот чудо-генератор. Да, 100 с чем-то, 170 кВт. Движок у него Cummings. И устанавливаем у него регулятор оборотов. Только здесь какой-то другой ТМВД. Вот здесь вот. Вот что мы видим? Подходит от этого регулятора оборотов, вот, провода к актуатору. Дальше тут у нас стоит, вот по этой шине, видите, стоит датчик скорости. Вот он здесь находится. И это все жгутиком идет ему туда, в этот ящичек. В этом ящичке находится как раз вот, где это счастье, вот, вот такой вот контроллер. И теперь посмотрим, что у нас с этими контроллерами. Там есть настройки. Вот это самое важное. То есть, настроить все это не представляет, так сказать, особой сложности. Так как бы, чтобы и рекламы не было особо видно. Эта девушка тут кокетливо смотрит. Наверное, многих будет отвлекать от очень важной и интересной информации. Как это все правильно настроить. Потому что мало поставить этот регулятор оборотов. Все важно его настроить. То есть, из китайского сайта. Там нам любезно предоставляют вот эту схему. Она, кстати, и в коробочке приходит. Вот эта схема. И там все есть. Вот она у меня рядышком лежит. Ну, вы, естественно, не можете увидеть. Ну, примерно такая же самая. Только на белом листе с черными распечатками. Ой. Я немножко простыл. Так как вчера устанавливал этот регулятор оборотов на холодном ветру. Поэтому не обращайте внимания, что заложены. Заложи нос и немного шмыгаю. Это все нормально. Особенно, если вы простыли. Смотрите, слева у нас на регуляторе оборотов актуатор. Он же вот эта вот установка. Они бывают разных исполнений. Этот, допустим, контролирует подачу топлива самого перекрытия. То есть, он меняет отверстие. Этот, допустим, дергает топливную рейку. То есть, он ее толкает. Когда нужно завести, он ее перемещает. То есть, они бывают самые разнообразные. Актуаторы. Под ваш тип ТНВД, под ваш тип двигателя, будет свой, так сказать, регулятор оборотов. И вообще, под каждый двигатель, каждый вот этот регулятор оборотов будет свой. Я ставил, так сказать, на Cummings. То есть, логично предположить, что на вот этом Cummings, кстати, он даже одни и одинаково выглядит, на этом же Cummings стоит и такой же самый коричневый регулятор оборотов ESD-5500E. Ну, там три типа их устанавливается, какой-то из этих. Теперь посмотрим. Speed Sensor. Датчик оборотов. Датчик оборотов – это очень важный элемент в этой установке. Если мы установим его как-то не так, некорректно, он просто не будет работать. Поэтому датчик оборотов, небольшой секрет расскажу, он вставляется сюда, где у него основной маховик. Там зубчатые, так сказать, шестерни. Вы его ввинчиваете полностью туда до упора. И потом на три четверти оборота отворачиваете обратно и фиксируете. Все, я секрет основной вам рассказал, теперь вы можете это дело, так сказать, применять. Большое расстояние у датчика оборота, это шестерни, приведет к неправильному, так сказать, пониманию скорости. И может случиться так, что вы даже не сможете выставить ему холостые обороты. О том, как он выставляется холостые обороты, сейчас расскажу. Дальше. Здесь у нас спид-сенсор, а снизу батарея через предохранитель 5 А подсоединяется. Скажу так, он подсоединяется к одному из реле, то есть в таком генераторе у вас будет два реле там стоять. Одно реле, которое будет стартер запускать, второе реле, которое будет включаться, когда двигатель должен работать. И будет постоянно, то есть DSE контроллер его будет постоянно держать в рабочем состоянии. Как только нужно выключить, он его глушит. Так вот, к этому реле 24-х вольтового мы и подсоединяем наш вот этот вот регулятор оборотов. Я думаю, понятно. Так делается в турецких генераторах, то есть их полно таких вариантов. Токи вообще даже не прикручивают их. Закинули в этот ящик и болтается он там. Так, дальше, что у нас здесь есть? А здесь уже вот как раз самое интересное. Эти регуляторы оборота рассчитаны управлять морскими дизелями. То есть здесь у нас есть потенциометр, то есть переменный резистор, который должен управлять. Он то же самое, что вот этот вот потенциометр, который мы крутим обороты. То есть он холостый, то есть газ холостые обороты держит. Короче говоря, это педаль газа, только выносная куда-нибудь в кабину. Ну, в основном это потенциометр на ГРЩ выносится. Дальше. Вот этот вот контакт еще не сказал самое важное. Вот это вот ГРОНД, G, земля. Бэтери минус Е, тоже земля. Д минус земля. И у актуатора вы можете вызвать, и там какой-то из них тоже минус земля. Почему это надо? Потому что у актуаторов есть красный и белый провод. По сути, актуаторы датчик оборотов это простые катушки, то есть соленоиды. То есть датчик оборотов это катушка, которая считывает изменения магнита поля, когда она находится рядышком, ее сердечник, рядышком возле зубьев, которые туда-сюда бегают в волну. И так же самое, и они выдают сюда переменное напряжение синусоидальное. То есть если там примерно 1,5, это 1,5, 2 вольта, это на холостых оборотах, вот здесь вот можете пощупать переменки оси. А если на максимальных оборотах, то там будет 2,7-3 вольта переменки. Здесь от 12 до 15 вольт, потому что он управляет оборотами актуатора. Так вот, вот этот потенциометр это то же самое, что вот этот вот спид. Дальше пришли мы теперь к вот этим вот прекрасным потенциометрам. Для чего они нужны и чем они вообще занимаются? Причем их тут как в самолете? Зачем их столько много-то? Короче говоря, это все для установки. То есть старт, старт, уп, ойл, квантити. То есть количество топлива на старте всегда устанавливается на максимум. То есть обратите внимание, тут потенциометры хитрые. То есть если вы возьмете его, крутнете до упора вправо, то вот эта вот часть перекрутится и будет здесь на 5 часов, допустим, стрелки часовой. И на минимуме будет 7 часов. То есть как-то так. То же самое. То есть получается мы на 5 часов устанавливаем стартовые обороты. А дальше что у них? Спид рампинг. Что это такое? Спид рампинг. Это скорость рампы. То есть скорость изменения ответа, так сказать, реакции. Скорость рампы. Вот это актуатор, как он им дергает эту топливную рейку. Она устанавливается где-то в положении между 9 и 12 часами. То есть если вы минимум выставили, то вы докручиваете эту часть на 9-12 часов. Можно на 12 часов. Дальше что у нас есть здесь? Стабилити левел. Коннекти инлайн. Так, коннекти инлайн нам неинтересно. Это для программистов. Тут еще такой проводок, который перекусывают обычно. Мы его тоже не трогаем. И гаин. Стабилити и гаин. Перед тем, как к ним перейти, тут есть еще другие потенциометры. Называются идле и дроп. Так вот, идле это холостые обороты. То есть настраивать двигатель нужно при установленных холостых оборотах. Их нужно с ним выставить. Как это делается? У вас есть здесь МК. Контакт. Идле. Смотрите, что происходит. Тут указаны кронированные провода. Идут они, идут. Через релюшечку замыкаются на G. Грунд. На минус. Короче говоря, проводок прикручиваем к идле и прикручиваем к G. Запускаем двигатель. Спэд рамп на максимум. Здесь 9-12 часов. Ну, можно среднее поставить положение. Стабилити и гаин. Выкручиваем практически на минимум. Это обязательно. Потом он запускается. И идле, это холостые обороты, устанавливаются. То есть спэд мы не трогаем. Потому что, когда эта перемычка замкнута, то мы устанавливаем обороты холостого хода. И регулируем их. Дроп. Это падение переводится. Это падение скорости. Спэд дроп. То есть, это как он будет уменьшать обороты, если он разогнался. Либо глушится. Потихонечку, либо быстро. Сильно тоже регулировать это. Можно это даже не касаться этого переключателя. Дальше. Что мы делаем? Мы устанавливаем где-то на 800-900 оборотов холостого хода. Когда мы смотрим на тахометр. Настраиваем. Если это касается генератора, то в принципе мы смотрим на его панель. Он будет ругаться. И через какое-то время вырубит питание вашего контроллера. Потому что ему не понравится, что вы не достигли нужных оборотов. Естественно, это какая-то поломка. И контроллер в ДСЕ вырубит вам всю малину. Но пройдет какое-то время. То есть, это пройдет примерно 20 секунд. И он это вырубает. Но вы успеть должны за 20 секунд установить ему холостые обороты. После этого перемычка убирает. И он начинает разгоняться и управляется уже вот этим потенциометром. Называется Speed. Скорость. И теперь вы смотрите на контроллер генератора. Он начинает разгоняться. Дизель. И смотрите сколько оборотов. Ну, вообще, я выставляю не по RPM, как у него указано. А по там, где у него 50 Гц. По герцовке. То есть, маленький лайфхак. Вы можете установить обороты двигателя генератора, не применяя его контроллер, не подключаясь к плате, не используя ноутбуки на месте. Просто напросто смотрите за герцовкой. Если 50 Гц, то обороты полторы тысячи. Вы набрали их. И это можно делать не только с панели вот этой ДСЕ-шки контроллера, а просто подсоединив бытовой прибор. Есть, продается в любом электротехническом магазине. Там есть токовый щуп. Там показывается вольтмет, там есть и герцметр. Обороты в герцах 50-60 Гц. От 30 до 80 Гц меряет. Так что в принципе настроить можно без всяких лишних морок. И самая больная головная боль, которая у вас возникнет. Это вот как раз из-за вот этих двух стабилитей ГАИН установок. Ну, вот этих двух потенциометров. Эти все оба можно не трогать. А вот из-за вот этих двух двигатель может не заводиться или может перегазовывать. Что же такое стабилити ГАИН? ГАИН это у нас реакция. То есть настолько, как вам сказать, давайте начнем со стабилити. То есть когда вы на него нагрузку даете, он должен резко, резко получается, очень быстро перегазовать. Ну, чтобы восстановить обороты. То есть контроллер должен обязательно держать те обороты, которые вы установите ему спид. И он их будет держать. Появилась нагрузка, ушла нагрузка. Но он их должен держать полторы тысячи. Иначе, как говорят, кино не будет. И вот этот вот потенциометр при первом пуске практически на минимум выкручиваться. И гайм тоже. Если на максимум, он может вообще не заводиться. А если заведется, то будет перегазовывать, как бешеный. Как будто кто-то сидит в кабине вашего грузовика и жмет неистово на педаль газа. Двигатель дергается. то есть, так сказать, эти выкручиваются практически на минимум и заводится машина и восстанавливаются вот эти все холостые обороты и устанавливаются обороты скорости. Скорость восстанавливается. Но потом вам надо все равно выставить его реакцию на нагрузку. Это же стабилити и гайн. Эти же. Стабилити это то есть, когда вы резко подаете ему нагрузку, он должен резко подать, насколько резко он нажмет на педальку газа, то есть, переместит топливную рейку. Гейн движения тоже самое, дифференциал реакции. То есть, эти два параметра нужно настраивать почти до максимального предела докручивать. Пока он не начнет выходить из своих параметров. Можно даже чуть меньше. Можно настроить его, как я сделал, на более щадящий режим. То есть, появилась нагрузка, на пару-тройку герцов немножко просядет частота. Допустим, накинули 50 кВт. Ну, я так делал в практике. Но, в итоге, он все равно наберет, но не так быстро. Это экономит ресурс двигателя. То есть, двигатель не резко тут же начинает газовать, а потихонечку. Это спасает сам двигатель. То есть, вот эти стабилити и гайм это довольно-таки важные параметры. Так, вроде бы все объяснил. Можно посмотреть на испанское видео, как они калибруют параметры этого двигателя. То есть, тут панель генератора, DSE-контроллер видно. Он сейчас его запустит. стабилити и вот это я о чем говорил. Стабилити и гайм выкручены до максимума больших. И он начинает сам себя перегазовывать. Ну, вот этот его двигатель. Что он сейчас сделает? Он сейчас полезет как раз именно на вот этот стабилити и гайм. нет, почему-то полез на скорость. Нет, одумался. Полез на стабилити и гайм. Все, он накрутил гайм и выставил более-таки равномерную работу дизеля. Теперь типа они будут устанавливать его холостые обороты. Он подключился к контроллеру дизельного генератора к ноутбуку через приложение и в меню то есть обыкновенное приложение DSE конфигуратор походу и в меню он видит параметры двигателя и он показывает спэд и рпм тут конечно качество видео жуткое гэрф выставлю дизельное покажем гайм 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 просто все можно проще сделать и не обязательно вот это с компьютером там вытанцовывать в общем короче он говорит его 1500 1500 300 короче вот как то так они устанавливают их ладно это они уже настроен то есть видите настройка его довольно таки ничего сложного себя не представляет самые нюансы это главный секрет как я вам рассказал датчик винтить ну еще и актуатор они самые разнообразные и установка актуатора требует смекалки интеллекта и много чего другого как видите контроллеры бывают самые разнообразные но принцип их действия одинаковый то есть это испанский или какой-то другой спид контроллер допустим это такое в турецком недавно видел которые генераторе они бросили утром прям просто прикрутили провода и забросили щиток но это нечто даже не прикрутили его корпусу вот актуатор датчик батареи ну и тут вот либо если вы его ставите на какой-то корабль либо еще куда-нибудь на какой-то генератор это выходы для гаэрща а это вот идуль это холостые обороты опять же открываете эти пробочки и тут у вас топлива спид рампинг тот же самый стабилити гайд и дыр и райт этот спет установка скорость при первой настройке обязательно установить нужно холостые обороты хотя иногда можно этого и не делать но все равно генератор заводится и выходит на те обороты на которых он будет работать ладно кому видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь надеюсь это видео кому-то поможет таком нелегком вопросе как установки контроллера оборотов двигателей разобраться как его таки настраивать вчера я в принципе разобрался сначала бывает естественно трудности что он может не запускаться как может показаться что китайцы подослали вам не очень качественный контроллер но скажу так что как практика контроллер себя не представляет никакой особенно сложной электронной конструкции его подделка сама по себе даже намного бывает качественнее чем оригинал это как раз у китайцев так это вчерашние заметки так если сам ага еще нужно смотреть там дип-переключатели чтобы их случайно не клацнули то есть и переклацните он будет неравномерно работать сколько ни крути стабилити гай может даже не заводится так если дизель не стартует это я вчера просто записывал все это если дизель не стартует это нужно стартин фуэл на максимум и иду холостые на минимум выкрутить так вот так то в принципе все нормально желаю вам успеха в этом всем деле кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь все хорошего вам